Недавно в зале регистрации Пулкова появилась Баба-Яга. Теперь с ней можно сфотографироваться и отправиться в полет в ступе. Это часть большого проекта по улучшению сервиса в аэропорту. О том, как сделать путешествие с детьми веселее и комфортнее, расскажем прямо сейчас на Первом канале. Доброе утро! Баба-Яга поселилась в аэропорту недавно и сразу стала популярным объектом для фото. Рядом с ней деревянная изба с резными ставнями – это новая информационная стойка. Пока родители беседуют с консультантом, детям предлагают карандаши и раскраски. Такие мелочи уже способны отвлечь и развеселить маленьких пассажиров. Людям очень нравится. Мы это видим по обратной связи в социальных сетях. Мы видим, как люди улыбаются, фотографируются, потому что аэропорт – это место встречи, улыбок и хорошего настроения. Мы производим реновацию комнат детских, которые расположены в бизнес-зале комнаты матери и ребенка. Также мы сейчас заканчиваем задумку с квестом для наших маленьких детей, которые могут пройти по всем основным точкам аэропорта в виде очень интересной игры с получением интересных призов. Рядом с «Инфой» и «Сбой» теперь работает отдельная стойка регистрации для пассажиров с детьми – номер 33. Ее запустили в этом году как часть концепции «Фэмили-френдли аэропорт». Еще одно нововведение – сервис бесплатной аренды детских колясок. К примеру, Наталья с маленьким сыном прилетела из Новосибирска. Свою коляску сдали у трапа. Мы вышли с самолета до нашей коляски, до выдачи негабаритного багажа идти далеко. И они красные, их было так хорошо видно. И сразу возникла мысль, ну, лучше взять коляску. Конечно, удобнее, чем нести на руках. И мы точно не пожалели, потому что шли в итоге очень долго. Я забыла, что здесь, в Пулково, так далеко до багажа. Поэтому это прекрасный сервис. Вижу его впервые в аэропорту и очень удобно. За первые два месяца работы проекта колясками воспользовались 25 тысяч пассажиров. «На текущий момент у нас в работе около 100 детских колясок. Они расположены в залах прилета, в телескопических трапах и на входах в аэровокзал со стороны перроны. На текущий момент колясок более чем достаточно». Для путешественницы и блогера Екатерины Танасиенко коляски были актуальны еще совсем недавно. Ведь все ее трое детей путешествуют с рождения. В социальных сетях она делится полезными советами и вдохновляет других мам. Георгию 9,5 лет. Он первый раз полетел в 4 месяца в Египет. Николь 7,5 лет. Первое ее путешествие было в 2 месяца. Мы полетели на 3 недели в Грецию. И я могу по своему опыту сказать, что лучший компаньон для путешествия – это ребенок до года. Потому что он спит, ест, ему всегда все нравится. Конечно, секрет успешной поездки – это позитивный настрой и хорошее настроение. Но все-таки они складываются из мелочей. Я вот практически 10 лет задаюсь вопросом, почему в комнате матери ребенка нет туалета. Я прихожу, одного ребенка пеленаю, другой меня ждет. И вот что нам делать? Это прям большой-большой вопрос. Наиболее комфортные условия пребывания предлагают в бизнес-залах ожидания. Бывалые путешественники регулярно ими пользуются. Обязательно родители пользуйтесь этим, потому что сейчас по премиальным пакетам эти возможности для бесплатной проходки в бизнес-зал предоставляют практически любой банк. Там есть детская комната, там есть, естественно, детское меню, детские ресторанчики. А этим летом семья отправилась в путешествие на поезде. В Анапу два дня в дороге стали ярким воспоминанием и самостоятельным приключением. Всем понравилось. Эта поездка была наполнена романтикой, именно потому что мы поехали на поезде. Мы играли все время в карты, и мы не уставали. На железнодорожных вокзалах тоже можно найти и комнату отдыха для пассажиров с детьми, и игровую зону. Они есть не везде, но стоит спросить об их наличии у сотрудников. Мы едем в отпуск с города Мурман. Пересадка у нас три часа ровно. Тут есть игровая комната. Можно умыться, привести себя в порядок между поездами. Ну, в общем, удобно. Небольшой зал ожидания для инвалидов и пассажиров с маленькими детьми недавно открылся, к примеру, на Ладожском вокзале. Там же можно найти и общедоступную детскую площадку, и телефоны Центра содействия мобильности, сотрудники которого помогают всем, кто имеет сложности с перемещением. Родители с детьми, ну и пожилые люди, испытывают иногда трудности при перемещении по вокзалу, также к поездам, из поездов. В этих случаях любой пассажир может обратиться по мобильному телефону, который указан на всех информационных стендах, к дежурному помощнику начальника вокзала в круглосуточном режиме. В этом может помочь поездная бригада, либо работники вокзала, которые находятся при встрече и отправлении поездов. Сотрудники вокзалов и аэропортов советуют пассажирам с детьми не стесняться спрашивать о возможностях или просить о помощи, чтобы в путешествии запомнились только приятные моменты. Юлия Демьянова, Данил Кушнеревич, Инда Черкасова, Ангелина Веденская, Первый канал, Петербург.